Приветствую, с вами Лев, а это канал Эльдорадо. У нас уже праздничное настроение, мы украсили студию, ведь близится новый год, а это значит самое время подводить итоги и составлять топы. Многие пока не знают, что подарить своим близким, но думаю большинство согласится, что смартфон один из самых желанных подарков на новый год. Сейчас рынок смартфонов позволяет выбрать себе или друзьям смартфон, цена которого не будет кусаться, но при этом качество будет достойным. Это наш топ смартфонов до 15 тысяч рублей. Кстати, один смартфон из этого видео мы разыграем, так что досмотрите этот ролик до конца, чтобы узнать, как получить такой роскошный подарок. Redmi Note 7. Невозможно составить объективный топ рейтинг смартфонов до 15 тысяч рублей и не включить смартфон от Xiaomi, ведь они просто короли в бюджетном сегменте. Я хочу, конечно же, выделить их модель Redmi Note 7, которая вышла в начале 2019 года и оснащена восьмиядерным процессором Snapdragon 660. Экран на 6,3 дюйма с разрешением Full HD+, это уже гарантирует приятный гейминг. А чтобы он быстро не разряжался, Xiaomi поставили аккумулятор на 4000 мАч. Казалось бы, в камерах, наверное, смартфон будет урезан. Но нет, 48-мегапиксельная основная камера плюс портретная камера на 5 мегапикселей и фронталка на 13. Нельзя сказать, что снимки получаются фантастическими, но за такую цену это одно из лучших предложений на рынке. Кстати, о цене. На момент съемки смартфон стоит в Eldorado 12 990 рублей с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной. Honor 8X. Одним из главных конкурентов Xiaomi является Honor. Этот бренд завоевал большую любовь по всему миру и в частности в России. В первую очередь за свою адекватную цену, ну и касательно фото возможностей Honor в бюджетном сегменте являются лидерами. Мой выбор пал на модель 8X и пусть она и вышла на закате 2018 года, остается актуальной до сих пор. 20-мегапиксельная двойная камера с искусственным интеллектом не уступает камере от Xiaomi, а за счет расширенного функционала даже вырывается вперед. Ну а фронталка на 16 мегапикселей обеспечит вам отличный селфи. Процессор тут также неплохо. Это Kirin 710 и в сочетании с технологией GPU Turbo он позволяет играть во все современные игры и на хороших настройках графики. Аккумулятор тут на 3750 мАч. Разочаровывает разве что порт microUSB. Цена 14990 рублей в комплектации с четырьмя гигабайтами оперативной памятью и 64 гигабайтами встроенной. Oppo A5 2020. Буквально недавно у нас был обзор на Oppo A5 2020. Нельзя сказать, что телефон не имеет недостатков. Например, экран на 6,5 дюйма немного огорчил своим разрешением HD+. Но тем не менее, смартфон имеет хороший процессор Snapdragon 665 и аккумулятор на 5000 мАч. А это несомненные плюсы. Также Oppo установили основную камеру аж с четырьмя модулями и вам будет доступна съемка в ультраширокоугольном режиме. В целом фото часть тут на неплохом уровне. Касательно портов тут есть USB Type-C и Minijack. Цена 13990 рублей с тремя гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной. Vivo Y17. Vivo в этом году выпускали свои смартфоны с невероятной частотой. Одним из таких стал смартфон Vivo Y17. Конечно, процессор от Mediatek MT6765 проигрывает конкурентам, да и LCD-экран на 6,35 дюйма с разрешением 1544 на 720 пикселей не самый топ. Зато в смартфоне установлен аккумулятор аж на 5000 мАч и по части камер он также неплохо укомплектован. Да где вы еще увидите, чтобы у фронталки было больше мегапикселей, чем у основной камеры? Она тут на 20 мегапикселей. Тройная интеллектуальная камера состоит из основного модуля на 13 мегапикселей, сверхширокоугольного на 8 и портретного на 2. Сейчас смартфон стоит на сайте Eldorado 11 990 рублей с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной. Realme 5. Компания Realme была основана весной 2018 года и уже в этом году смогла она делать немало шумов. Мне захотелось включить в рейтинг их новую модель под номером 5. Во-первых, в ней установлен процессор от Qualcomm Snapdragon 665, во-вторых, аккумулятор на 5000 мАч, что уже вам гарантирует неплохое и продолжительное погружение в игры. Также тут имеется NFC, так что бесконтактная оплата вам будет доступна. Экран тут немалых размеров на 6,5 дюйма, правда разрешение лишь 1600 на 720 пикселей. Камер тут 4, 12 мегапиксельная основная, 8 мегапиксельная сверхширокоугольная и по 2 мегапикселя на макрокамеру и камеру глубины. Фронталка же на 13 мегапикселей, что конечно же радует. В целом достойный смартфон, особенно учитывая его цену на Eldorado.ru, сейчас его можно приобрести за 10 990 рублей. И кстати, именно этот смартфон мы разыграем. Что нужно сделать, чтобы заполучить заветный Realme? Всего лишь два действия. Подписаться на канал и в комментариях придумать рифму со словами Realme и Eldorado. Самый оригинальный комментарий получит смартфон. Всем удачи, с вами был Лев, до новых обзоров! Eldorado. Людям выгодно!